Выходим со станции Бадамзар в светлое будущее на улицу Амир Тимура. Кстати, Бадамзар обычно метрошечки стоит, чтобы они выходили на две стороны, но вот на ту сторону улицы прохода нет. Поэтому выходим в этих, возможно, первых небоскребах Ташкента до появления Ташкент-сити. Скорее всего, это были первые небоскребы. Прогуляемся. Где-то увидел на карте есть большая мечеть и вроде как замечал ее. Когда уходил с рынка Малика. Так вот с метро вышли, а пешеходного перехода что-то не наблюдается там. И здесь я его особо тоже не вижу. Поэтому пойдем по этой стороне дороги. В Ташкенте наступила первая весна. Правда, в декабре. Температура перевалила и днем и ночью за плюс. Стало позитивной. И сразу же захотелось гулять и снимать видосики. Смак. Интернет-реклама. С двумя М. Ну что, какой-то новострой. Куча флажков. Может быть, гостиница. А может быть и нет. Вывесок никаких нет. Но крыльцо достаточно интересно выглядит. Слава Аллаху, тут предусмотрен пешеходный переход. Иначе вспоминаю. Прогулку по улице Рус-Тавелли. Конечно, было печально идти 5 минут до пешеходного перехода. Причем достаточно быстрым шагом. 5 минут это где-то полкилометра. Так, пропустили. Вот заодно посмотрим опоры моста. Смотрите, могли бы сделать простые бетонные. Вот как третий столб. Простые бетонные столбы. Но сделали по красоте. Вот такой вот вырезанный, закругленный узор. Классно. Классно. Тут здание УЗАМАН. И внизу Ориент Фиансбанк. Крючка это офисная тема. А я бы все-таки перебрался здесь. Но здесь куда-то дофига полосный пешеходный переход. Поэтому, 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 короче, идем чисто на удачу. Ну, копеечка. Вот сюда я хотел сходить. Смотрите, какой кайф. Можно зимой посидеть в таком куполе. Там, скорее всего, тепло. Старенькие домики. Панелечки девятиэтажечки. А вот новый УЗАМАН. Тут распродажи. 50% скидка на все. Надо будет зайти. Может быть, там мне удастся купить одежду. Хотя обычно такие заведения просто вставляют обычные цены, но фигачат скидки. Вот здесь еще одна такая. Такой куполок. А вот интересные балконы. Они не купольная форма, а такие треугольные получаются. Куликов. Там фирменный магазин. Продают всякую кондитерку. Кстати, много таких вот именных магазинов с кондитеркой. То есть София популярная сеть. Наверное, это имя. Куликов. Еще кого-то видел. Ну вот тоже дешевле уже не будет. Ликвидация товара. Все, короче, как вы любите. Вот тут интересная зона. Вот такие клумбы выкрасили. Национальные узоры. А вот кафешечная зона для посиделок. Искусственная травка. Вверху такие олдскульные фонарики. Вот висят над входом такие светодиодные шары. Это у нас ресторан Алимов. Кстати, вот тут есть верхний ярус. А в соседнем доме отсутствует. Интересно. Вот смотрите, как здесь заботятся о старых крупных деревьях. Вот такая решеточка вокруг дерева. Все по науке. Школа продаж шарк для акул бизнеса. Вот здесь тоже из террасной доски сделали покрытие для летних посиделок. Это у нас пицца, видимо, джиотто. И здесь тоже ликвидация товара. Что-то какое-то это... Черный декабрь вместо Черной пятницы. Все на скидках. Вот какое-то такое здание. Полукругом. Бизнес-центр Амир. То есть, это не ровный прямоугольник, а сделано таким полукругом. А вот напротив него кирпичичка. Ну, почти узбекский стиль. Чуть-чуть добавили декора. Могли бы, конечно, чуть-чуть побольше его сделать. Но смотрелось попафосней. Как, например, вот соседний дом. Прямо... А, так это вообще торговый... Ой, торговый, говорю. Жилой комплекс Казахстан. То есть, тут... Получается... Казахи рулят. А вот это, видимо, администрация Юнусабадского района. Выглядит, конечно, не так уныло, как серые здания администрации. Администрации в России. И этим оно примечательно. Ну, Казахстан прям такой шикарный. Внутренне, наверное, туда не попасть. Тут у нас какой-то торговый центр. Что такое движня. Базар-маркет. Типа магазин-базар. А мы посмотрим с вами Казахстан поближе. Такие прям Шикарные решетки. То есть, они Не то чтобы все В узорах. Они еще и Не знаю, видно вам или нет. Но они еще и такие Выпуклые. То есть, это не просто ровная решетка с узором. Но она еще и Имеет Такую объемную форму. Ну, там кто-то даже в аренду сдает квартиру. Надо позвонить, узнать сколько стоит. Сейчас позвоним. Позвонил. Короче, трешка. В Казахстане Стоит 2200. А вот, кстати, Много обращал внимания на остановки. То есть, остановки Зафигачены полностью По кругу Светодиодом. Светодиодной полосой. Где показывается реклама. И еще и с боков тоже Светодиодные мониторы. Такое я видел только В Ташкенте. Чемодан УЗ. Можете купить себе чемоданчик. Причем Такой прям Богатый магазин. Чемоданы, сумки вообще Прям В дичайшем ассортименте. Обожаю узбеков За то, что они Умеют торговать, Любят торговать. И Делают это достойно. Ну, вот так Выглядит скромненько ЗАГС. Тупо штампик В паспорт. Видимо Так же, как ВРФ ЗАГС Это чисто штамповая Часть Основной движ В каких-нибудь Там дворцах Бракосочетания происходит. Ну, это мое предположение. Вот такие Ступеньки сделали Вместо забора. И все сразу Присели. Видите? Не ступеньки эти, Бордюрчики. Покрыли дощечками, Получились Лавочки. Вот Достояние Узбекистана. Узбек Нефтегаз. Такие вот Питьевые фонтанчики, Которые превратились В пепельницы. Ждем зеленый свет. И посмотрим, Что тут у нас В окрестностях. Вот на дереве Висят светодиодные лампы. Пешеходные переходы Здесь Катастрофически долгие. И В отсутствии цифр Даже Ужасающих Больше 99 Секунд Конечно Вводят в уныние. То есть стоишь Ждешь 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 И непонятно Когда вся эта история Кончится. Вот А тут Видимо Какой-то подземный переход Минор Наверное это станция метро Минор Или я могу Ошибаться Ну если это станция метро Минор Тогда Какого фига я Да Это станция метро Ага Получается Я промахнулся С мечетью Мне надо было Свернуть Совсем В другом месте Так что Так что Так что Все таки Развернусь В другую сторону И буду снимать Улицу Осио А с вами На этом Попрощаемся Субтитры сделал DimaTorzok